здравствуйте дорогие садоводолюбители сегодня 24 мая 2020 года вот пришла пора сделать первую подкормку пантофолом формула 2020 то есть где равное количество азота фосфора и калия вот открыла я пакетик честно говоря делаю первый раз такую на зеленоватый порошок по инструкции нужно разводить 30 грамм на 10 литров воды то есть я почитала в интернете что столовая ложка где-то 30 грамм выходит с горкой где-то примерно вот так даже здесь взвешивала на кухонных весах я буду ложить поменьше то есть вот 25 грамм где-то у меня выходит потому что не опрыскивать 6 литровый вот так я положил здесь я уже развела бутылки двойной дозы потому что мне надо будет обработать подкормить то есть не только розы получился такой раствор то есть я всегда делаю сначала бутылочки такой размешиваю чтобы никаких там примеси не было там мусор есть но я буду через марлю добавлять получился такой прозрачный раствор зеленоватый сейчас буду доводить концентрацию то есть заливать это всего попрыскивать и все через марлю я добавила воды отмеряем половину дозировки и разводим так сейчас я еще добавлю воды вот короче рабочий раствор готов нужно будет так вот по листу обработать мелкими каплями пусть нас это же страшище с утра и уже ветер мы стараемся как-то против ветра наставать и так со всех сторон обработать обрабатывать и также буду не только розы также и клематисы виктория то что не цветет саду сейчас все буду обрабатывать для чего нужна вот эта формула 20 20 20 то есть где равное количество и азота и фосфора и калия это как раз в тот период вегетации растения когда еще корневая система можно сказать еще не очень то работает почему-то я так думаю что она не очень работает потому что вчера даже в розы зарыхлила там чтобы вот эту вытащить бирочку я подкапывала чуть-чуть и земля достаточно ледяная то есть вот растение еще можно сказать на полную силу не работает поэтому чтобы вот простимулировать ее рост и помочь растению курицы проснуться до конца и заработать поэтому нужно вот таким удобрением щас полить чтобы дать силу растению действительно почему земля холодно может из-за весны такой то есть у нас в том году мороз 20 градусов ударил на голову и землю мне кажется только из-за этого что она еще до конца не проснулась то есть земля не оттаяла и растение до конца еще не проснулась вот это удобрение она даст силу растению то есть все микроэлементы чем удобно это удобрение то что в нем уже есть прилипатель то есть не нужно никаких вот дополнительных добавлять не знаю я прочитал по интернету отзывы хороший первый раз сама честно говоря пробую поэтому как бы советовать никому не могу просто показываю то что сейчас делаю то есть когда вот у розы листочек такой вот уже раскрытой тогда он может воспринять это удобрение а есть вот он еще маленький даже вы бесполезно обрабатывать то есть подкармливать он это все не впитает не усвоит то есть лишние траты денег посмотрим про экспериментируем как все это дальше себя покажет листочки хорошие так вот нужно обрабатывать либо вечером либо вот как я ранним утром чтобы солнце не сожгло эти листочки пока все это питается и чтобы температура хотя 15-16 градусов было когда растение должно все впитать сейчас от растения необходимо чтобы завязать бутоны чтобы дать ему силу микроэлементы одним поливом же не обойдешься чтобы такую массу прокормить им нужно очень много витаминов так же как и нам в питании последующим буду обрабатывать уже другим составом другой формулы где преобладает фосфор и калий то есть для закладывания бутонов для окрашивания бутонов вот так сейчас пойду клематис и обработаю розы ежевику виноград то есть то что вот не цветет пока еще деревья пока цветут еще не буду то есть плантофол универсальный идет для всех видов культур которые в саду растут достаточно много если такой расход будет такого надолго хватит посмотрим что это даст я обычно всегда корневые подкормки делала вот этот раз решила попробовать по листу будет увидим думаю что розы нас порадует своим цветением также как и остальные растения так вот хорошо смачиваем то есть чем хорошо подкормка по листу растение впитается столько сколько нужно остальное просто стечет вот когда горько кормим под корень то есть она уже никуда не уйдет испытает растением даже хочу показать вот эта розочка у меня все нам не было перекормлена азотом два года назад в том году она еще наращивал кустик такой цвела в этом году вот она уже как бы собирается не знаю куда жалко конечно розы красивые но и вот от перекормки азота вот такая вот ерунда получается без грамотности поэтому я решила грамотно же читать искать информацию в интернете чтобы уже растениями не рисковать подкармливать как нужно всего доброго до свидания дай бог нас родишься порадовать своим цветением